Я, конечно, хочу начать с того, спросить у вас, как сегодня состоялось, приехал ли Ллойд Остин, ну и, собственно говоря, о чем говорят в военно-политическом руководстве страны, о чем хочет поговорить или хотел поговорить Ллойд Остин, удалось ли ему узнать тактику Цахала, потому что пишут, что он именно этим будет интересоваться. Ну, вы знаете, конечно, есть разница между оглашением целей визита в пресс-конференциях и между тем, что говорят в закрытых кабинетах. Буквально сейчас общая пресс-конференция нашего министра обороны Юава Галланта и Ллойда Остина закончилась. Они объявили буквально следующее, что оба они специалисты по борьбе с террором, очень много лет они этим занимались, и Ллойд Остин не приехал давать никаких временных рамок для армии обороны Израиля. Я это говорю уже с начала войны, что за каждое ускорение этой операции, этой войны мы платим нашими жизнями. Те, кто немножко понимают в военном деле, понимают, что в самой густо застроенной территории в мире газа с самым тяжелым, самым невиданным до сих пор укреплением, который располагается на... Это даже не 500 километров, про которые говорили сначала. Это гораздо больше километров туннелей и бункеров. Вот вы только что говорили о царь туннеле, который был обнаружен. Это только главное его... Расскажите о нем. Есть кадры, мы покажем сейчас тоже в окне. Этот царь туннель, он идет из центра города Газы на север, оканчивается около 400 метров от границы с Израилем, от главного перехода, через который, между прочим, дети из Газы ехали в Израиль на операции по пересадке сердца, пересадке почек или других очень сложных операций. И вот этот туннель, который может по ширине провести машину, джип или небольшой пикап, у него огромное количество ответвлений. Те люди, которые там были, я вот буквально был в Аждоде сейчас, я говорил с одним из них, парень, который был ранен, там огромный город под землей, просто огромный город. Это бункеры, это комнаты, даже есть камеры для заключенных, в которых они предполагали держать наших заложников. Там же... Свет, я так смотрю, да, ну все, целая жизнь под землей. Так вот, там есть и рельсы, и огромное количество вооружения. Между прочим, под самим туннелем есть три уровня как бы туннелей и ответвлений. Просто буквально огромная инсталляция, на которую ушло миллионы, может быть, тонн цемента, бетона, я не знаю даже сколько, потому что еще не дошли до конца. Это постоянно исследуется нашими спецподразделениями для подземной войны. И даже уничтожить мы не знаем, как это дело уничтожить, потому что некоторые части этого туннеля залегают на глубине до 70 метров. А глубинные бомбы, которые США поставляют, и которые небольшой запас был и в Израиле, они могут эту почву разбить до глубины, допустим, 40 метров максимум. Так что даже самые сильные бомбы не могут взять этот туннель и его взорвать. Поэтому это еще та проблема. Оружия было много, я так понимаю. Вообще, вы знаете, есть несколько лагерей на юге страны, в одном из них я был, там собирают все вооружение, ну, конечно, под охраной и все. Там количество вооружения, которое было вывезено до сих пор из газа, которое может, это я говорю, с полной ответственностью вооружить не менее трех полномасштабных, полноценных сухопутных бригад. Пока мы говорим о том, что около 8 тысяч террористов были уничтожены, еще какое-то количество смешалось с гражданскими и ушло из Севера Газы. Напомню, что борьба сейчас, то есть бои идут на Севере Газы, это окончание зачистки районов Шаджаия и Джибалия, а на юге бои идут за Хан Юнес, вот за буквально главный центр штаб вот этого бригадного подразделения Хамаса, в котором, в главном штабе которого находятся или находились, может быть, они уже не там, Ихи Синуар, Мухаммадев, Мухаммад Синуар, вся верхушка боевая Хамаса, которая сейчас управляет. Мы надеемся, что когда эта бригада Хамаса, Хан Юнеса уничтожится или она будет поражена полностью, то тогда две остальные оставшиеся бригады, которые еще остались, это бригада Рафиаха, это Рафах, это Южный город, и бригада центрального района центра Газы, это там немножко ближе к морю, в Диральбалах, куда еще ЦАЛ не дошел, то тогда сопротивление или оно полностью прекратится, или оно снизится до минимума. Параллельно идет сдача в плен, десятков, если не сотен боевиков Хамаса, мы это видели, эти кадры, в тех местах, где нет цепочек командования, где они потеряли связь со своими командирами, где идет массированный удар с воздуха, они сдаются в плен. К сожалению, с этой сдачей в плен у нас и свои проблемы, как вы знаете, были убиты трое заложников абсолютно по ошибке, но был там начальник генерального штаба на личном расследовании, и это еще не окончательный ответ. Конечно же, этот результат, он абсолютно, абсолютно неприемлемый для Израиля, и вся верхушка военная, и даже сами бойцы критикуют такой результат, конечно, он не должен был бы быть. Я еще хочу спросить о том, что пишут СМИ, что Израиль и Хамас вроде бы как готовы к новому договору, что касается прекращения огня и обмена пленными, но там есть какая-то загвоздка в списке, в отходе на некоторую территорию. Что происходит с этим процессом? Насколько этот кейс двигается и в принципе обговариваемый? Генерал Олон и директор МОСАДА, это двое человек, которые ответственны за ведение переговоров об обмене заложников, получили сигнал через Катар, через Египет, и сегодня встречаются на территории Польши, мне кажется, с премьер-министром Катара. Такая география даже. Да, это сигнал получен через, конечно, Египет, через ГАЗу от главного штаба Хамаса. Скорее всего, из-за того, что идет вот такая полномасштабная операция, она не остановилась, и главари Хамаса поняли, что Израиль достаточно серьезен в этой войне, и никто нас не может остановить и не остановит, и были получены положительные сигналы о том, что можно идти на вторую сделку. Уже первая была, как вы знаете, прервана по инициативе Хамаса, и так как Израиль объявил, что есть у этой войны две цели. Первая цель – это полное уничтожение Хамаса и прекращение власти Хамаса на территории ГАЗа, и второе – освобождение заложников, или они параллельны. Поэтому, как только мы получили вот этот сигнал, наши начальники поехали туда встретиться, как бы будет сделано все возможное и невозможное, включая, может быть, это скуп на вашем канале, Израиль вроде бы снова по недоказанным источникам готов даже обменивать террористов с кровью на руках. У нас такое выражение. Те террористы, которые ответственны за теракты, которые привели к погибели военных или гражданских, они называются террористы с кровью на руках. И поэтому, если в прошлых обменах были обменяты женщины, террористки и подростки 16-18 лет, то сейчас это будут, конечно, требования повыше, потому что мы даже не знаем точное количество заложников, которые остались у них в руках. Мы знаем, что есть около 20 женщин и детей еще, включая грудных детей. Буквально мальчику рыженькому сегодня исполнилось 11 месяцев. Из этих 11 месяцев он 2 месяца, больше 2 месяцев в плену. И не в плену, а в заложниках. Это абсолютно неприемлемо. Это только показывает звериную, или даже не звериную, а как бы человеческую сущность Хамаса. Никакой зверь не может сделать то, что они сделали с 7 октября и вообще. Марк, так я правильно понимаю, Хамас хочет сам выписать фамилии тех, кого будут менять? Он сам хочет озвучить имена, кого хотят забрать. Правильно? Может быть, это зависит вообще от того, кто находится в заложниках, а кто не в руках Хамаса. То есть мы знаем, что определенное число, там около 130 образно, 135-136 заложников, и некоторые из них вообще находятся в частных руках. Это вообще невероятно сказать. Это не описывается никаким языком. То есть люди, те звери Хамаса и потом гражданские, в кавычках, которые ворвались в Израиль, тремя волнами, между прочим, они врывались. Они забирали людей, как, если хотите, живой щит или чек, банковский чек, который можно будет потом оприходовать и получить какой-то выкуп или даже индульгенцию от смерти. Поэтому некоторые из заложников, скорее всего, содержатся в каких-то кланах, семьях, в группировках исламского джигада или других организаций, типа батальоны Аль-Кутс или там даже ИГИЛ есть там ячейки. Так что это еще не точно известно. Мы видим, что несмотря на все наши разведки, я это так говорю иронически, и несмотря на миллиарды денег, которые мы вкладывали в разведку, как, оказывается, еще очень многого неизвестного было в Газе, в том числе такие тунели, скорее всего, вот этот царь тунели, это не первый и не последний тунель, который там есть, еще предстоит их всех найти и нейтрализовать. Спасибо вам большое, что присоединились. Спасибо за разговор. Марк Бабут, предполковник Генерального штаба армии и обороны Израилю в запасе. Військовый эксперт был с нами на связку. Дякуем очень. Спасибо вам.